Замедлился YouTube? Наш сервис VPN легко обходит ограничения. Смотри видео в высоком качестве без ожидания. Переходи по ссылке в описании и подключайся. Люди, которые сегодня оккупируют земли Палестина, будут пытаться воссоздать храм. Когда он будет воссоздан, они перейдут к следующему своему этапу, созданию Великого Израиля. У нас есть хадис относительно этого. Строительство Байт-Уль-Магдис завершится разрушением Медины. А разрушение Медины будет означать начало войн Армагеддона. Когда вернется Иисус? Какую роль и значение будут играть Израиль и Палестина в конце времен? И что говорят писания о возвращении мусульман в Палестину? Сегодня мы будем обсуждать эсхатологию и значение Израиля и Палестины в юдаизме, христианстве и исламе. Сегодня с нами Устаз Вахадж Тарин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, Устаз Вахадж. Мне очень приятно и большая честь, что вы присоединились к нам. Это второй ваш подкаст OnePuff Network. Как вы, шейх? Алейкум ассалам. Альхамду лилля, мне тоже очень приятно. Устаз Вахадж. Последний наш подкаст на эту тему стал самым просматриваемым за историю подкаста. Это Израиль в конце времен и принесение в жертву рыжей коровы. Устаз Вахадж. Для многих наших зрителей это стало открытием. Есть ли у нас какая-то новая информация об этом жертвоприношении рыжей коровы или быка, которая впечатлила довольно много людей? Я думаю, что все ждут этого момента. И люди, которые планируют осуществить это, ждут подходящей возможности. Сейчас явно неподходящее время, так как жертвоприношение будет выглядеть не очень хорошо. Это уже произошло? До меня доходили слухи, что уже произошло. Я не знаю, не обладаю такой информацией. Инша Аллах. Шейх, мы сейчас сразу погрузимся в разговор. Но прежде чем мы это сделаем, я думаю, нашим зрителям важно ознакомиться с несколькими ключевыми терминами, которые будут возникать в этом разговоре. Итак, мы будем говорить о Мессии, Антихристе, и, возможно, о Махди. Так что это три ключевых термина. Не могли бы вы вкратце объяснить нашим зрителям, кто такой Мессия, кто такой Антихрист, а кто Махди? Мессия в буквальном значении — это помазанник. В древние времена, когда человека выбирали предводителем, его смазывали елеем, маслом. Это был серьезный процесс инициации, практически присяга, и означало это, что отныне у него особенный путь — Иноша. Иноша — это навсегда, то есть до самой смерти. Тогда был процесс помазания. Также можно найти в истории, если взять, в пример, некоторые сражения арабов до исламских времен, ароматизированное масло для присяги наносили на руки, или люди погружали руки в это масло и пожимали их, давая клятву или заключая в союз. Масло с благовониями довольно стойкое, оно долго сохраняет запах и как бы напоминает о договоренностях и о том, что этот договор нерушимый, и ты должен его придерживаться. Что касается Мессии, то он вот такой помазанник, посвященный в пророке, избранный для служения Богу и наставления людей. Это Мессия. А что касается Масиха Даджжаль, то это двухсоставное имя. Вторая часть Даджжаль означает ложный, то есть это лжемессия, не настоящий, не избранный. И мы верим, и в некоторых других религиях тоже верят, что в конце времен появится лжемессия, они называют его антихристом. Мы Даджжалем. Масиха Даджжаль, то есть лжемессия. А что касается Махди, то Махди – это наставленный на верный путь человек, который тоже появится ближе к концу света. У нас есть много хадисов на его счет, четыре из которых приводятся в сборниках достоверных хадисов. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Даже если до судного дня останется один день, то Аллах отсрочит его, пока не появится человек из моего рода, который придет к власти. Звать его будут так же, как меня, то есть Мухаммад. И имя отца его будет таким же, как звали моего отца, следовательно, это будет Мухаммад ибн Абдуллах. И он наполнит этот мир справедливостью настолько, насколько он был наполнен до него несправедливостью. И это Махди, наставленный Аллахом, которого мы так ждем. И не только мы. Из того, что есть в христианстве, в иудаизме и, конечно, в исламе, вы упомянули, что Масих — это помазанник. И есть также лжемессия и настоящий Масих. Получается, это Иса, алейхи вассалям, верно? Да, конечно. Коран очень четко это обозначает. Поистине, Мессия — Иисус, Сын Марии. То есть Иса, алейхи вассалям, наш долгожданный Масих, который уже жил на этой земле, и вернется снова к концу времен, как передается в достоверных хадисах. Я считаю, сейчас самое время перечислить и другие заинтересованные в нем стороны. Все три монотеистические или авраамические религии ждут прихода Мессии. В случае родственных нам иудеев, это будет его первый к ним приход. Я думаю, вы не возражаете, если я поясню. Иудеи считают, что Мессия еще не приходил на эту землю. То есть они считали Иисуса лжепророком. Да, все верно. Когда Иисус пришел, они не приняли Его истину. Они не приняли Его как пророка. И да, они отрицают, что Он и есть тот самый Мессия. И они все еще ждут своего настоящего Мессию, ждут достаточно долго. И объясняют они такое длительное ожидание тем, что иудеи еще не готовы к Его приходу. И они будут готовы Его встретить тогда, когда народ Израиля вернется к своей религии, окрепнет настолько, чтобы принять Его, и когда восстановят храм, и это как раз относится к принесению в жертву рыжей коровы. И когда Мессия придет, иудеи верят, что Он будет править не только над тем Израилем, какой мы сегодня с вами видим, и не над великим Израилем, на который они нацелены сегодня. Это не библейский Израиль, который, как они утверждают, простирался от Ефрата Данила. Речь о власти над всем миром. Такова их цель, таковы представления в их религии о Мессии. В это же время у христиан и евангелистов есть свое пророчество о Мессии. Мы видим всюду их плакаты, постеры в Духе Иисус вернется. Да, очевидно, это их главная мотивация и движущая сила для них, для их веры, для их последователей. Это большое событие, что Мессия возвращается на Землю. И они тоже верят, что сначала нужно восстановить храм, храм Соломона. Выходит, у них есть общие убеждения. Да, получается, здесь их интересы совпали. Итак, храм надо восстановить. И когда храм будет построен, лжемессия придет в этот храм и установит там своего идола для поклонения. Они верят, что придет лжемессия и призовет людей поклониться ему. И это произойдет именно в храме. Поэтому для христиан и евангелистов храм является предпосылкой к пришествию Христа. И именно поэтому христиане Соединенных Штатов оказывают такую поддержку сионистам. Храм Соломона должен быть построен евреями. И он должен быть построен для того, чтобы пришел Антихрист и объявил себя Богом. И согласно их убеждениям, когда он это сделает, верующие люди возденут руки к небесам и спрашивая помощи. И тогда придет настоящий мессия. Иисус вернется. Так что в этом есть некоторая ирония. Такое впечатление, что одни используют других, чтобы извлечь свою выгоду. Ведь получается, что иудеи верят в своего мессию. И на первый взгляд кажется, что их мессия может оказаться антихристом христианского мира. И через его пришествие они получат своего настоящего мессию. мусульман тоже свои представления. Тут нужно добавить, что вот эти описанные пророчества очень расплывчатые. как будто они не раз прошли через самые разные толкования перед тем, как прийти к окончательному виду. И если мы возьмем исламский мир, то у наших пророчеств все обстоит иначе. Я не из предвзятости говорю это, как мусульманин. Но исламские пророчества действительно гораздо конкретнее. Они настолько детальны, что в них не остается места для двусмысленности. Да, мы тоже верим, что Иса, алейиссалям, вернется. И у нас есть конкретные подробности этого события. Пророк, алейиссаляту вассалям, сказал Иса, сын Марьям, спустится одетым в два бежевых полотна. Вы видите, да, какие детали? Одетый в бежевые ткани, опираясь руками на крылья двух ангелов. Опустится у белого минарета на восточной стороне Дамаска. Белый восточный минарет Дамаска. Да, и, субханаллах, в те времена, когда он, алейиссаляту вассалям, уточнил это, там не то, что минарета не было, там еще даже ислама не было. Ислам еще не дошел на тот момент до Сирии. Потом, согласно пророчеству, там построили минарет, теперь там есть белый минарет, и мы верим, что он спустится именно туда. Итак, вот эти два основных пророчества иудеев и христиан являются движущим механизмом происходящих в наши дни событий и основой бесконечной поддержки друг друга, которую мы наблюдаем. Исламское же пророчество отличается от этих двух тем, что мы на самом деле не пытаемся влиять как-то на эти события или как-то их ускорить. Да, но в то же время мы знаем, что все произойдет в точности, как предсказано. Итак, вы упомянули сошествие Иисуса Иссы, алейхиссалям, в восточной части Дамаска. Это возвращение Иисуса. И мы, мусульмане и христиане, одинаково верим, что он вернется. Мы также разделяем веру в Антихриста. А кто такой Антихрист в Исламе? И что мы знаем о нем? Какие особенности, какие его признаки сообщил нам пророк миром и благословением? Антихрист относится к большим признакам конца света. И пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, сообщил нам, что нет испытания, скорби или бедствия, которые когда-либо посещало человечество со времен Адама и до Судного дня, большего, чем смута даджжаля. нет бедствия, испытания, скорби, которое навредило бы человечеству сильнее, чем смута Антихриста. И так, что касается его черт, да, пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, дал нам определенные признаки. Например, он сказал, «Глаза у даджжаля заплывшие, он слеп на один глаз. Это выглядит так, будто один глаз задернули тестом или залепили густой смесью, и он вот такой заплывший. А другой глаз поражен болезнью. Он как бы видит, но плохо». Может, что-то вроде болезни, ленивый глаз? Я не знаю, Аллаху алам. Но в хадисе это описывается как высохший плод. И согласно описанию, выходит, что оба его глаза поражены болезнью. И на лбу у него, промеж его глаз, будет написано слово «кафир». В одном из хадисов пророк, алейхи вассаляту вассалям, уточнил эту надпись как буквы «кафа ра». Еще он уточнил, что прочитать эту надпись можно только при наличии веры. Он сказал, что каждый верующий человек сможет прочитать ее, независимо от того, умеет он читать или нет. Если обычно, согласно физике, вы видите что-то, потому что свет отражается от этого объекта, а затем попадает в ваши глаза, то в этом случае свет, который поможет вам увидеть эту надпись, это свет веры, свет имана, так что вы увидите ее в любом случае. И с момента его появления человечеству уготовано множество испытаний. И эти испытания потрясут веру до самых основ. И, откровенно говоря, одолеть его мы не сможем. Его смерть и уничтожение предписаны ему от рук истинного мессии. И это Иисус. Да, Иса, алейиссалям. И мы верим, что даджаль придет на определенный период времени. И первый день его прибытия будет длиться целый год. Второй день будет длиться целый месяц. Следующий, неделю, а все последующие за этим дни будут равны обычному дню. И за все эти дни его пребывания на земле он обойдет всю планету. И он отправится в Медину, но, как учил нас пророк, алейиссаляту вассалям, или как нас учат хадисы пророка, саллиллаху, алейиссалям, ангелы будут охранять Медину. И они оттолкнут его. Тогда он направится туда, где на тот момент будут находиться мусульмане. И это одно из указаний, где закончатся все эти конфликты. Да, они закончатся в Байт-Уль-Магдис. Именно в Иерусалиме он встретит Ису, алейиссалям, и встреча это обозначит конец его времени. Тут вроде тоже есть уточнение, где именно его убьют. Да, верно. Это местность в Палестине, недалеко от Иерусалима. Это верно. Да. Мусульмане разобьют лагерь в Иерусалиме во главе с Махди, о котором мы говорили. И они будут окружены этим антихристом и его войском со всех сторон. И очевидно, что они никак не могут победить его, потому что его поражение предписано от руки Исы, алейиссалям. И тогда наступит время молитвы. Кто-то говорит, что это будет фаджр-намаз, кто-то говорит, что это будет аср-намаз, но точно известно, что это будет время намаза, и объявят икаму, чтобы имам возглавил джамаат. Имамом будет Махди. И в хадисе упоминается, что распространится тьма, внезапно станет очень темно. А затем, когда тьма рассеется, они увидят Ису, алейиссалям, среди них. И пророк, саллиллаху алейху ассаллим, описал эту картину. Волосы его будут мокрые, словно он только что вышел из воды. И обильные крупные капли пота с него будут стекать, подобно жемчужинам. И пот, стекающий с него, имеет свой аромат. И по совпадению, иудеи тоже верят в благоухание Мессии, что он будет источать аромат. Но я думаю, в их версии детали несколько спутались. Итак, вот так он явится. И очевидно, поскольку он пророк, со своего первого пришествия, Махди уступит Ису, алейхиссалям, место имама в молитве. И посмотрите на детали этого хадиса. Ису, алейхиссалям, положит свою ладонь на спину Махди промеж лопаток и отправит его возглавить намаз со словами «Имам ваш должен быть из вас самих». Это честь, которую Аллах предоставил этой умме. Итак, Махди сам возглавит молитву и когда намаз завершится, а я напомню, что положение все еще тревожное, они все еще окружены вражеским войском. И когда намаз завершится, Иса скажет «Отпирайте врата, больше нечего бояться, я вернулся». Тогда врата раскроют, а за ними все еще стоят войска. в хадисе передается, что все, до чего доносится аромат Исы, а аромат его доносится так же далеко, куда достигает его взор, враги от одного его благоухания падут замертво. Все, кроме Даджжаля. Выходит, победа будет сопряжена с чудесами. Субхан Аллах. Да, именно так. И тогда Иса вызовет Даджжаля. Выхода у него нет. Его уничтожение предписано. Но Даджжалю бежит, и Иса его настигнет вот в этой самой местности Люд и завершит таким образом эпоху Даджжаля. И вот такой вопрос. Иса ибн Мария, алейхиссалям, вернется в качестве пророка Аллаха? Этот момент, придет ли он как пророк или как обычный человек, тоже нам прояснили в аятах Корана и в хадисах. Не будет пророков после нашего пророка, следовательно, не будет шариатов после его шариата. И Иса, алейхиссалям, придет, когда религия уже была усовершенствована. Религия уже совершенна, уже установлена и не нуждается в поправках, поэтому нет нужды в пророках после нашего. и Иса, алейхиссалям, вернется и станет последователем последней версии религии, с которой он сам когда-то был отправлен. Это та же религия, просто доведена до совершенства, можно сказать, последняя версия ислама. И посланник Аллаха говорил, что Иса повлияет на отдельные аспекты шариата, как, например, выплата закята и некоторые другие налоги. Но это уже было сказано самим посланником Аллаха, алейхиссаляту ассалям, и он сам предсказал эти поправки. Иса будет отведена такая функция, и он это сделает не по собственному решению. И решение о правках тоже относится к шариату нашего пророка алейхиссаляту ассалям. Канал АнсарМедия предоставляет вам уникальную возможность стать частью этого важного призыва и борьбы против смута даджала и других искушений. Ваше участие и пожертвование помогут распространять правдивые знания и предупреждения, опираясь на Коран и Сунну. Поддержите наш канал, переходите по ссылке в описании и станьте частью этой благородной миссии прямо сейчас. Джазакаллахайра, Нустас. Еще, мне кажется, важно уточнить, есть евреи, которые осуждают действия Израиля, осуждают то, что другие евреи в правительстве Израиля сейчас делают, торопят пришествия Антихриста. Есть и христиане, которые тоже осуждают происходящее. Да, есть секты христиан-евангелистов, которые поддерживают израильское государство, но в основном христиане осуждают геноцид и насильственную оккупацию. А мы, мусульмане, как вы только что сказали, не предпринимаем ничего, чтобы ускорить пришествие Антихриста или пришествие Мессии. И мне интересно, есть ли какая-то череда событий, которые предскажут появление даджжаля, конкретные события? Вот вы упоминали ранее строительство храма. Не в нашей вере. У иудеев есть такие мнения, и они есть у христиан. В их вере есть некоторые признаки, и есть свои способы ускорить какие-то пророчества. Если возьмем действия израилитян, то они верят, ну или по крайней мере часть из них верят, что Мессия вернется тогда, когда они станут достойны его прихода. И отчасти этого можно добиться, если восстановить храм Соломона. Да. И вы упомянули кое-что о людях, которые строят Байт-аль-Макдис. Не могли бы вы рассказать нам об этом подробнее? Израилитяне, или точнее сказать иудеи, действительно стремятся восстановить храм Соломона. И у нас есть хадис на этот счет. То есть строительство Байт-аль-Макдис совершится разрушением Медины. Если вы попробуете сопоставить этот хадис с верованиями других религий, а также посмотрите на все события, что происходят в наше время, то вырисовывается такой сценарий. сионисты или люди, которые сегодня оккупируют земли Палестины, будут пытаться воссоздать храм. храм. Когда он будет воссоздан, они перейдут к следующему своему этапу, созданию Великого Израиля. И Мессия для них, это король всей земли, не правитель одного государства, он будет править всем миром. Вы сейчас сказали очень сильную вещь. Строительство Байт-Аль-Макдис, строительство храма в Иерусалиме приведет к разрушению Медины. Для меня, как и для многих наших зрителей, это что-то новое. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом? О каком разрушении идет речь? Что значит разрушение Медины? Что это за строительство в Иерусалиме? И где бы наши зрители могли бы найти этот хадис? Этот хадис можно найти в достоверных сборниках хадисов. Я думаю, если кто-нибудь будет искать, то найти его можно будет по тексту хадиса. Некоторые ученые прошлого назвали этот хадис более слабым. и другие ученые определили его как сахих. Опять же, если посмотреть на события, происходящие в наше время, можно найти не одно совпадение. Да, не могли бы вы перевести для нас целиком хадис, который вы только что процитировали на арабском? Хадисе говорится о строительстве Байт-Уль-Макдиса. Байт-Уль-Макдис это храм или можно сказать мечеть в Иерусалиме. Буквально слово Байт означает дом. Макдис, как и Макадис означает священный. Буквально неприкосновенный дом, как в случае из Мазжид-аль-Акса. Его восстановление или его строительство приведет к разрушению или разорению Медины. А разрушение Медины станет началом войн Армагеддона, великих войн. И войны Армагеддона завершаться завоеванием Константиния, частью которого является город Константинополь. Существует мнение, что у Константина было два города. Один построенный им Константинополь, а другой, который был построен еще раньше, современный Рим. Храм. Итак, как бы ни толковали это, город Константина падет. И это событие, в свою очередь, ознаменует начало эпохи Даджала. Но я считаю, что на практическом уровне это связано с идеей Великого Израиля. Потому что строительство храма будет означать, что они избавились от любого сопротивления вокруг Иерусалима. Только тогда им удастся построить храм и застроить окружающие его территории. И разрушить Масджидулякса? Да. И я полагаю, тогда для них наступит новый этап. И это мое личное предположение, что они пытаются реализовать идею Великого Израиля, который бы простирался далеко за пределы его нынешних границ. И следовательно, они нападут на мусульманские государства, разрушат близлежащие поселения вокруг этих территорий. У нас есть хадис от пророка где он сказал, что последним городом, который они смогут разрушить, будет город Медина. Итак, мы знаем, что будет причинен вред и будут разрушения. Затем другой хадис приводит пример того, что произойдет, как будет выглядеть разрушение. пророк алейхи саляту вассалям сказал, что вы уйдете из Медины, покинете Медину в наилучшем состоянии, в котором она когда-либо была. Я читал, что здания останутся нетронутыми, останутся стоять отели, сохранятся фруктовые сады. Да, там уже сейчас очень красиво. Это правда, но город продолжает развиваться, как и округа Медины, он становится лучше. И хадис уточняет в наилучшем виде, который когда-либо обретал город. Итак, возникает логичный вопрос, почему же мусульмане покинут Медину? Ведь, во-первых, любовь мусульман к городу Медина очевидна. Мы проезжаем тысячи миль, чтобы провести там хоть несколько дней. И ни один мусульманин этого не будет отрицать. Во-вторых, вроде как нет никаких проблем. Речь не о землетрясении? Нет, нет. И в хадисе сказано в наилучшем его состоянии, следовательно, нет физических разрушений, все уцелеет, инфраструктура сохранится, поля сохранятся. Есть еще один хадис. хадис. Вы оставите его, когда сады склонятся от тяжести плодов на 40 лет. Зачем же уходить? Есть еще один хадис, который дает некоторое пояснение на этот счет. Что же это может быть? Пророк сказал вы покинете Медину, когда она будет на пике своего развития и оставите ее на зверей и птиц. Дальше в хадисе сказано последним кто войдет в Медину будут два пастуха из народа Музейна. Он уточняет название племени. Они придут в город со своими стадами и когда они войдут в него то обнаружат его пустым увидят что он заброшен. Есть еще одно толкование этого хадиса. Возможно здесь подразумевается что когда пастухи войдут в город животные одичают то есть домашние овцы станут дикими и когда они направятся к выходу из города и дойдут до это такая условная граница старые времена провожали гостей до нее выводя их из города так называемое место прощания и так пастухи добравшись до этой точки упадут замертво так если вы подумаете над этим и проанализируете текст город пуст он застроен и там обитают животные в Одессе даже говорится что волк помочится на минбар и не будет никого из людей кто остановил бы его и когда два человека вошли в него собрались его покинуть и через какое-то время пройдя всего несколько километров оба падают замертво если поразмышлять над этим всем то напрашивается вывод возможно город будет подвергнут химической атаке воздух в нем станет отравленным токсичным или же стены и все чего можно коснуться накопят какую-то радиацию токсины действующие исключительно на людей возможно какие-то неврологические поражения использование в составе оружия веществ способных сводить с ума животных и убивать людей потому что согласно одному из толкований хадиса животные одичают станут неуправляемыми и агрессивными и это взаимосвязанные вещи и это нас подводит к войнам Армагеддона вы упоминали постапокалиптические войны а затем будет завоевание города Константина одного из двух городов а затем последует пришествие антихриста устаз вы еще упомянули идею великого Израиля не могли бы вы вкратце объяснить в чем идея великого Израиля мы часто видим нашивки на плечах израильских солдат в Газе с картой расширенного Израиля и границы на ней сильно шире нынешних границ Израиля да и именно это меня сильно смутило это даже не от реки до моря это гораздо шире они намекают что отберут часть Иордании часть Сирии и их министр финансов открыто выступает с этой картой великого Израиля не могли бы вы объяснить с чем связано все это каковы их цели я думаю это сейчас происходит другими странами все пытаются вернуть себе великое прошлое например сделаем Америку снова великой да еще можно привести в пример Россию ходят такие слухи о воссоздании великого СССР есть идея воссоздания Османской империи и оттуда же идея воссоздания великого Израиля идея великого Израиля возникла сразу с созданием этого государства когда в 1918 году вступил в силу британский мандат все были в курсе этих амбиций вы можете найти это и в выступлениях Черчилля он открыто заявлял что они не планируют довольствоваться маленьким клочком земли и будут расширяться они сразу стали поставлять в регион высококлассное оружие обеспечивали его всеми ресурсами деньгами и международной поддержкой и планировали вытеснить арабов поэтому такие вещи ожидаемы на политическом мировом уровне среди крупных держав собственно это и произошло их не интересует ни граница 1948 года ни граница 1967 года их интересует граница великого Израиля об этом периодически заявляют поселенцы об этом заявляют некоторые раввины об этом заявляют политики итак следующий их шаг к великому Израилю это границы которые вы видите на карте их министра финансов в его выступлении и вы видите ее на плечах солдат и границы на этой карте выходят далеко за реку занимают почти всю и Орданию и часть Сирии но даже эта карта не окончательная это промежуточная еще не финальная версия того Израиля который они хотят создать который они себе представляют или которым как говорится в их книге когда-то они владели от Ефрата Данила и даже этого для них недостаточно поскольку некоторые их раввины и некоторые их политические лидеры заявляют что Израиль заберет себе весь Ефрат включая Мекку и Медину есть ощущение что этническая чистка которую они сейчас проводят еще не все это всего лишь этап за которым последуют другие цели желание расширяться вернуть себе былую славу и в результате это все приведет к огромным разрушениям в регионе но пророк сказал нам что последним разрушением последнее на что они посягнут чтобы разрушить исключевых исламских городов будут деревни Медины так Медина станет поворотным моментом и этот поворотный момент приведет к великим войнам итак что я понимаю из этого хадиса и не только я есть великие ученые гораздо более великие чем кто-либо кого мы сегодня знаем например шейх Мохаммад Хасан он придерживается того же мнения а какого мнения он придерживается он считает что разрушение Медины приведет к пробуждению мусульман до такой степени что они наконец соберутся вокруг праведных лидеров итак пророк саллиллаху алейхи вассалям сообщил нам что проблема на этом не закончится ислам не исчезнет и дело это не завершится пока не появится 12 праведных халифов на этот счет существуют разные мнения кто-то считает что это 12 разных праведных халифов в истории исламы со времен Абубакры а кто-то считает что это именно группа из 12 праведников я же придерживаюсь мнения что они придут группой в конце времен потому что пророк алейхи саллиллаху саллим говоря об этом сказал что дело на этом не закончится и речь идет именно о конце времен и так когда разрушение коснется последнего мусульманского города Медины то есть люди соберутся вокруг праведных лидеров в местности хиджаз и 12 праведных лидеров придут один за другим после этого и если посмотреть на другие хадисы пророка в которых он предсказывает события шаг за шагом до момента лидерства и правления он говорит то есть пророчество будет существовать до тех пор пока Аллаху это будет угодно затем Аллах отменит эпоху пророчества и тогда наступит время праведных халифов хулафа это халифы правители и они будут оставаться праведными последователями пророков пока Аллаху это будет угодно в другом хадисе говорится что так будет 30 лет и так Абубакр был Умар был Усман был Али был и так далее и в общей сложности это было 30 лет это большой отрезок времени не пара дней затем он говорит настанут такие времена и можно перевести эту часть как настанет период монархии когда власть будет передаваться от родственника к родственнику как было с династией Амиядов Аббасидов и в этом правлении уже будет присутствовать элемент несправедливости и смуты а затем он говорит затем наступит период тиранов у власти когда к власти придут бестолковые бесполезные люди недостойные своих должностей которые будут править кнутом и порабощать свой народ этот период продлится какое-то время и когда он закончится снова наступит эпоха халифата и правители вернутся к пророческому примеру и речь не про одно правление это череда правителей наступит снова целая эпоха халифата я придерживаюсь мнения что эта эпоха начнется как сказал пророк когда нападут на медину поскольку после этого ни один исламский город не пострадает затем появится 12 праведников один за другим и как вы понимаете умма разбита и она будет восстанавливаться да 40 лет потребуется медина будет в руинах на протяжении 40 лет как минимум целых 40 лет это все будет происходить после чего медину снова заселят и внезапно появится даджаль и к приходу даджаля медина снова полностью населена получается что пройдет даже больше 40 лет и даджаль не сможет войти в медину верно и отсюда видно что пройдет много времени и в этом временном отрезке вполне могут уместиться 12 праведных правителей заключительными из которых будет махди последним из 12 правителей будет махди спасибо большое за разъяснение здесь сделаем уточнение для наших зрителей что про 12 правителей это было мнение нашего устаза его допустимо придерживаться или не придерживаться да верно что касается толкования да это интерпретация которой до меня пришли другие ученые это не мое личное мнение и все что я сегодня здесь упомянул я говорил не от себя лично эти толкования принадлежат ахлюль-илм которые гораздо более образованы чем мы вы и сами знаете что звезды исламских наук их мнение имеет вес в исламе хотя порой и отличается от мнения других людей Джазакалах Хайран спасибо большое за это уточнение и напоследок обращаясь к зрителям это большой объем информации которую нужно усвоить и нужно переварить много из этого находится вне нашего контроля возникают государства строятся империи какие-то империи распадаются со временем это все происходит вне нашего контроля но в наших силах другое что мы как мусульмане должны делать чтобы защитить себя во времена ИСы во времена Антихриста который станет величайшим одним из величайших испытаний которые выпадали на долю мусульман что нам следует сделать сейчас чтобы подготовиться когда пророк алейхиссаляту вассалям говорил о фитне Масиха Ададжжале которого мы обсуждали он рекомендовал нам читать суры Кахф и это чтение само по себе не мурад в религии не сама цель мы не читаем суры просто чтобы прочитать цель чтения суры Кахф в том чтобы поразмышлять над ней и извлечь из нее уроки и один из уроков который вы можете извлечь из этой суры это история жизни молодых людей которые жили в обществе враждебным к их убеждениям которое сильно отошло от понятий праведности и добра и праведникам не только не разрешалось проявлять свою веру в их обществе им не разрешалось даже просто верить в единого Бога им не разрешалось молиться так как они хотели и так далее таким образом эти молодые люди выделились в истории как люди которые нашли руководство и не только нашли руководство но и практиковали религию во времена великого заблуждения в их жизни в их истории заключены уроки для нас и первый урок который мы должны извлечь слово имеет несколько значений одно из которых возраст другое значение характеристики возраста например у нас в стране говорят что характеризуют молодых мужчин и из характеристик молодых людей это способные мужчины свободные и так далее и они характеризуются как благородные гостеприимные помогающие слабым нуждающимся и как община они были обладателями таких черт которыми нам следует стремиться нам нужно быть смелыми сохранять достоинство сохранять благородство и доброту второй урок они обладали такой характеристикой как вера в своего Господа и нам следует работать над своим иманом и затем Аллах Аззаваджалля говорит мы укрепили их на прямом пути они и так были на правильном пути но мы укрепили их на этом пути и укрепление приходит только через практику тех кто борется тех кто борется на нашем пути мы укрепляем на прямом пути это означает что они верили и усердно практиковали свою веру и затем следующая характеристика Аллах говорит мы скрепили их сердца так как вселили в них смелость чаще всего довольно трудно быть смелым очень трудно встать сказать правильные вещи и сделать правильные вещи и так одна из характеристик которая нам нужна это смелость и еще нам нужно прививать это качество нашим детям быть мужественными это еще одно из качеств к которым нам следует стремиться и следующее их стойкость и нам нужна стойкость мы должны твердо стоять за истину стоять за то что правильно стоять за Аллаха нам нужно отстаивать то что является истиной и то что правильно потому что этой стойкости Аллах требовал и от своего пророка алейхиссаляту вассалям вставай и увещевай Аллах дважды приказал ему встать выстаивай ночи а второй раз вставай и увещевай поднимись встань увещевай и приказ встать и увещевать был в значении дауата из этого следует когда они вставали они поминали Аллаха создателя небес и земли и когда ты встанешь говори о величии Аллаха продвигай его учения и его наставления вот так мы и должны готовиться значит нужно по возможности читать каждую пятницу суру Ках а те наши зрители которые не могут прочитать всю суру целиком могут читать первые 10 аятов затем последние 10 аятов с толкованиями постараться усвоить уроки извлекаемые из этого и субханаллах я чувствую что вынес для себя из всего этого один урок что найти безопасное убежище в пещере во времена испытаний и вы можете себе представить что если придет даджаль и мы станем свидетелями его прибытия тебе не захочется находиться рядом с ним ты даже не захочешь проверять свой иман тут хочется уйти как можно дальше в безопасное место да и это еще одна вещь на которую указывает сура в ней говорится и так независимо от того сколько именно их было это были люди которые нашли несколько единоверцев будь то 3, 5 или 7 человек это маленькое сообщество которое держались своей веры которые поддерживали друг друга узнавали друг друга и так далее еще один урок заключается в том что по мере того как трудности возрастают нам нужно держаться ближе к праведным людям к хорошим семьям надежным людям на которых мы можем положиться в трудную минуту и так когда испытания возрастают и вы сами наблюдаете это в настоящее время один из способов облегчить трудности это поддержка хороших людей которыми надо себя окружить так что нам не следует пренебрегать этим уроком надо полагаться на Аллаха Свят Он и Велик полагаться на свою общину построить вокруг себя эту крепость эту базу и иншаллах это будет хорошей защитой Устаз Вахадж было приятно слушать вас в этом подкасте было очень много открытий большинство из нас многое из этого раньше не слышали но важно то чтобы мы ознакомились с тем что происходит поняли что наша сила наше мужество наша стойкость в эти времена исходит только от Аллаха Субханаху Тааля и мне было очень приятно дай Аллах Аззава Джалля вам успехов да благословит вас Аллах и до новых встреч ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату я по-нассаляму алейкум я по-нассаляму алейкум я по-нассаляму алейкум Продолжение следует...